Мы переходим к следующей теме нашего информационного марафона. Россия предлагает ряду азиатских стран покупать нефть со скидкой 30%, утверждает Bloomberg со ссылкой на западного чиновника. Ранее о таком же предложении Кремля заявлял президент Индонезии Джококу Видодо. Таким образом, Москва ищет новых покупателей нефти до введения западной инициативы о ценовом максимуме на российское топливо. Как этот механизм работает и сможет ли Россия переориентироваться на восток, разбирался Данила Кобза. Предложение торговли с такой огромной скидкой эксперты называют паникой Кремля. И это понятно. На энергоресурсы по разным оценкам приходится до 58% всего экспорта России. С учетом уже наложенных санкций, если западные страны введут ценовые ограничения на российскую нефть, Москва потеряет до трети всего экспорта. При этом под жесткими ограничениями окажутся компании, которые страхуют нефтепроводы и танкеры с российской нефтью. Например, вы решат, что цена 40... К примеру, решат, что цена 40 долларов за баррель. Это означает, что никаких санкций не будет против тех компаний, которые будут страховать российскую нефть, которая стоит 40 долларов и меньше. Как только цена будет выше 40 долларов, уже будет риск наложения санкций на те европейские, американские страховые компании, которые будут страховать эту нефть. То есть, во избежание этого риска попадания под санкции, компании будут всячески просить Россию продавать нефть по цене не выше этих условных 40 долларов. Ввести такой ценовой максимум на Западе планируют до конца года. Об этом, например, заявлял министр финансов США. Поэтому у Москвы остается буквально 4 месяца, чтобы заместить потери с помощью азиатских покупателей нефти. Однако, по мнению экспертов, ситуация будет такой же, как и с российским газом. Инфраструктуры нет, а рынок давно разделен и занят. То есть, разворота на восток не выйдет. Если и будет происходить переориентация природного газа российского происхождения на азиатский рынок, она произойдет не раньше второго полугодия следующего года. Это в самом оптимистическом случае. И опять же, здесь будет вопрос в объемах. А поставка российской нефти на азиатский и тихоокеанский рынок, она возможна. В небольших объемах, примерно на уровне полутора миллионов баррелей в сутки. И исключительно за счет ценового демпинга. Кроме ценового контроля, на Западе заговорили и о ликвидации одного из любимых проектов Путина – «Северного потока-2». Об этом на саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа говорил президент Польши Анджей Дуда. Не может быть возвращения к бизнесу, как обычно, когда речь идет об отношениях с Россией. Во времена, когда Россия ведет войну против Украины, когда она напала на Украину, когда Россия оккупирует территории, международно признанные другими странами. Это требует изменения политики Запада, которая не просто остановит «Северный поток-2», а избавится от «Северного потока-2». По мнению экспертов, в техническом отношении ликвидация газопровода «Северный поток-2» вполне осуществима. Процесс даже не нанесет вреда окружающей среде. Тем не менее, пока что эта инициатива остается на уровне дискуссии. Данила Кобза специально для информационного марафона «Фридом» телеканала «Юэй». И эту тему в разговоре продолжим с нашим следующим гостем. С нами на связи народный депутат Украины Юрий Камельчук. Юрий, рады приветствовать. Здравствуйте. 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 Вам слава Украине, слава ЗСУ. Героям слава. И тоже присоединяемся к благодарности вооруженным силам Украины, потому что именно от них сейчас как раз и зависит и наш эфир с вами в том числе. Мы его можем безопасно проводить в рамках прямого эфира. Юрий, мы говорим очень много о санкциях. Очень много о санкциях, об их действии, о том, как сейчас Запад может их внедрять еще сильнее, тем самым давить на Российскую Федерацию. Вот первый вопрос у меня касательно действий санкций. Ваш взгляд, как вы их видите? Действительность санкций, действия санкций. Те санкции, которые сейчас действуют, на мой взгляд, конечно же, недостаточные. То есть многие из них принимались с оговорками и некоторыми отстрочками, которые позволяют странам, которые или против, или не готовы технически все еще употреблять российский газ и нефть, конечно же. То есть нефть не прекратилась с поставки из России в Европу. Конечно же, многие уже сократили этот объем, и многие обещают завершить использование российского газа до конца этого года, максимум до конца следующего года. И тогда в полной мере уже Россия почувствует отсутствие притока денег из Европы. Но те санкции, которые могли бы еще быть включены в будущем, все еще, скажем так, встречают сопротивление огромное со стороны тех стран, которые не имеют денег или не хотят по политическим соображениям сейчас перестраивать свою собственную инфраструктуру. Причем, мне кажется, что многие эксперты по нефтегазу однозначно поддержат мысль в том, что нет проблем в количестве поставок нефтегаза, скажем так, из Катара, того же, из Саудовской Аравии. Только тут стоит вопрос, чтобы Европа готова была это все принимать. Да, некоторые порты, может быть, не имеют достаточного количества аэллиндж-терминалов, но существуют другие технические способы, то есть это готовые корабли, которые подъезжают, подключаются, подходят, извините, и подключаются, и не надо строить там целый терминал. Поэтому в ближайшие полгода хотелось бы увидеть следующий пакет санкций, который, во-первых, остановит нефтепоток, когда это будет возможно, во-вторых, включит назад те моменты в тех странах, которые все еще употребляют русский газ для себя в целях использования для обогрева, который зимой особенно сейчас будет. Те страны, которые все еще, ну скажем так, думают, что у них могут возникнуть проблемы с тем, что Россия может остановить поставки газа, или может что-то случиться с газопроводом, они в первую очередь должны сейчас, еще до наступления холодов, подумать про альтернативные методы обогрева. И не все из этих стран, о которых мы говорим, на самом деле серьезно, скажем так, взглянули на эту проблему. Они смотрят на это намного проще, они просто, скажем так, свое население предупреждает о том, что могут быть холода, и предупреждает о том, что нужно экономить, предупреждает о том, что нужно покупать теплые вещи, но это не способ, которым государства должны защищать свое население. Ну, безусловно, один из важных моментов это донесение правильной информации, потому что реакция и вообще отношение к этому вопросу зависит от того, в каком контексте это рассматривается. Если это рассматривается в контексте, что нам нужно подождать, чтобы просто слезть с зависимости от российских энергоресурсов, звучит недостаточно убедительно. А если говорить о полномасштабной военной агрессии в сердце Европы и то, что Россия себе позволяет, убивая мирных жителей, разрушая целые города, то мне кажется, что вопрос, сама мотивация отказа от энергоресурсов, она становится несколько понятней. Как вы оцениваете вообще информирование в странах Европы, самих граждан, о том, что происходит сегодня в Украине и для чего нужны вот эти так называемые жертвы? Просто в контексте того, что украинцы умирают каждый день, жертва отказа от энергоресурсов не выглядит таковой уж прям жертвой. Да, ограничения, да, это есть некоторые неудобства, но вместе с тем, мне кажется, что самую большую цену платит Украина. Так и есть, мы платим самую большую цену, однозначно. Достаточно ли Европа проинформирована? Мне кажется, что большинство населения в курсе. Может быть, если провести статистику, мы точно услышим от них, что они знают, что идет война, они понимают, что Россия все еще получает деньги за газ и нефть, которые приходят в Европу. Но не у всех, скорее всего, в Европе есть понимание того, что это плохо, скажем так. То есть есть часть вот под влиянием, например, в той же Венгрии, да, под влиянием Орбана есть сейчас население, которое все еще думает, что если война не у нас, то как бы почему мы должны страдать. И они не связывают вот этот вот момент, что Россия сильнее становится, когда Европа продолжает покупать газ и нефть у России, что им приходят деньги, а они должны были бы приходить, потому что их должны максимально быстро изолировать. И именно из-за того, что нет личной истории, ощущения переживания того горя, которое мы чувствуем в Украине и переживаем здесь все эти смерти, они вот как-то смотрят на это как больше на экономическую историю и на историю, вот это же все-таки не наша проблема. Поэтому задачи украинских дипломатов, задачи всех тех, кто понимает Украину и самих украинцев в Европе, говорить об этом на каждом шагу. Я думаю, что мы должны продолжать и общественные какие-то акции протеста, которые будут продолжать информировать и напоминать о том, что происходит и за чьи деньги это происходит. И фактически мы должны показать вот эту вот связку, что путем закрытия личного комфорта в Европе Россия получает деньги на оружие, которым убивают украинцы. Вот эту связь нужно поломать. Вот, в частности, вы подвели меня также к этому, что информирование жителей Европы о том, что происходит сегодня в Украине и чем это грозит самой Европе, мы должны также брать и в свои руки. И вот один из хороших примеров, который действительно имел важный и весомый эффект во всем мире, это выступление Елены Зеленской, что уже назвали как мягкая сила. Так и есть наша первая леди. Она использовала обязательно ту возможность рассказать об этом, показать кадры разрушений, кадры смертей фактически украинцев. И те, кто, возможно, до сих пор думает, что дипломатия должна быть более мягкой. Мы, Украина, президент Елена Зеленская, она показала, что не обязательно нужно осторожничать, особенно если речь идет о правде. Нужно показывать факты лицом, и не надо думать о том, что будут чувствовать другие люди, при том, когда мы им покажем, расскажем и передадим ощущение правды, боли и смерти, которая присутствует в нас. Потому что мы являемся частью этого мира, мы являемся частью Европы, и мы уже кандидат на вступление в ЕС. Поэтому говорить нужно откровенно, что те смерти, которые есть сейчас у нас, это смерти не в Украине только, это смерти на европейском континенте, это смерти, казалось бы, в цивилизованном обществе, которое уже не приемлет войны, но в реальности получилось совсем по-другому. И вопрос не в том, что кто-то не был готов морально или с военной точки зрения, с технической точки зрения. Вопрос в том, какой следующий шаг. И если мы действительно говорим об общеевропейских ценностях, когда мы защищаем жизнь и стоим на принципах демократии и ценности человеческой жизни в первую очередь, тогда все вместе, взявшись за руки, мы должны, во-первых, дать ответный удар России и отказаться навсегда от сотрудничества с ними, от фактически спонсирования страны-террориста. Пока что нет у нас, знаете, большого списка стран, которые назвали Россию террористами и отказались полностью от любого сотрудничества. Этот список должен обязательно расшириться. Ну и, в свою очередь, о следующих шагах также говорил и президент Украины Владимир Зеленский. Он, в свою очередь, сказал, что санкции против России действуют, но необходимы более жесткие шаги. И, кстати, над одним из них как раз работает международная рабочая группа Ермака Макфула. Услышим цитату и вернемся к обсуждению. Санкции являются большой помощью со стороны всех европейских стран, которые все-таки пошли по тому пути, когда они не балансируют между Украиной и Россией, а полностью признали агрессию Российской Федерации и начали путь санкционного давления. И он действительно очень помогает. Даже если Россия повсюду в медиа говорит, что у них нет проблем из-за санкций, это неправда. Владимир Зеленский, президент Украины. Вот немножко подробнее об этой группе Ермака Макфула. Как она будет работать, как она будет действовать и какие дополнительные ключевые рычаги влияния, рычаги давления на Россию они допускают? Ну смотрите, в первую очередь, что помогают этой группе, это большая аналитика способов, которые использует Россия для того, чтобы обходить санкции, для того, чтобы прятать деньги, для того, чтобы цивилизованное общество не увидело, скажем так, где они их спрятали или откуда они их инвестируют, как бы под чужим именем или чужим флагом или обходят в торговых операциях, в логистических каких-то цепочках, через какие страны они это делают. Потому что это то, чем занимается Россия, в принципе, всю жизнь. То есть пытается украсть и пытается это скрыть. Пытается скрыть свою где-то связь, говоря всему миру, что они хорошие, а на самом деле делая за эти деньги ужасные вещи и влияя на весь мир через способы подкупа или манипуляции, или запугивания и так далее. Это нужно остановить. Поэтому эта группа, конечно же, будет продолжать однозначно работу. Я уверен, что усиление действия и влияние на Россию еще будет тогда, когда мы будем понимать четкий формат запуска международного трибунала касательно военных преступлений. Россия в Украине, над этим наработает тоже группа юристов, в том числе из Офиса Президента. И мы встречаем там сейчас некоторые трудности от тех стран, которые все еще думают, что, ну уже, слава богу, нет формулировки «сохранить лицо российского президента», а есть формулировка «нам же в будущем надо будет все равно как-то с ними работать», они говорят. И вот эта сложность дать им представление другой картины мира, что, во-первых, необязательно с ними работать, а во-вторых, на весах лежит уже понимание, какой ценой и где же совесть на самом деле. Как можно продолжать работать со страной-террористом, даже планировать это в будущее, если сейчас, в данный момент, она уже творит ужасные преступления, и наказание обязательно должно быть. Но вот те страны, которые все еще думают о том, запускать формат международного трибунала или нет, нужно доубедить. Я не думаю, что это должно быть путем предоставления каких-то еще дополнительных доказательств, которых и так уже предостаточно, я имею в виду военные преступления. Я имею в виду показать им, что они могут работать совсем по-другому в этом мире. И показать, что Украина должна свою лидерскую роль. Я уверен, что мы будем играть в ближайшие годы и в будущем ключевую роль в обеспечении безопасности на европейском континенте и, соответственно, во всем мире. И, соответственно, новые экономические пути, которые будут на восстановленной Украине, с восстановленной экономикой, будут играть ключевую роль в торгово-промышленных операциях, в торговых операциях по всему миру. Ну и еще, мне кажется, очень много дискуссий вокруг санкций происходит из-за того, что все-таки некоторые не могут понять или специально как будто бы преподносят действия санкций несколько иное, чем оно должно быть. Сейчас я объясню. Санкции повлияют не только на российскую экономику, но и на все слои населения, в этом уверен американский эксперт, однако, по их мнению, ограничения не смогут остановить войну. Они прогнозируют, что санкции будут быстро ослаблять российскую экономику, но будут медленно влиять на ее военно-промышленный комплекс. В то же время, американские чиновники уверены в обратном. По оценкам Всемирного банка, инфляция в России составит 22% в течение 2022 года, поэтому экономический кризис не позволит российскому правительству тратить деньги на военно-промышленный сектор, а это поможет остановить наступление на Украину. Так вот, что касается остановить наступление на нашу страну одними только санкциями, но ведь изначально не только, как говорится, не с санкциями едиными. Санкции могут действительно замедлить, несколько ослабить экономику Российской Федерации, но и также тут сказано о том, что санкции будут влиять на все слои населения. Я думаю, что это также может быть одна из миссий показать населению Российской Федерации, что чем чревата эта военная агрессия и что вот это вот можем повторить, такую фразу нужно навсегда искоренить из просто умов и мышления россиян в том числе. Так вот, согласны ли вы со мной, что действительно не с санкциями едиными, а санкции это всего лишь один из пазлов целостной картины, которая может помочь остановить войну? Конечно, не едиными санкциями. Во-первых, Украина должна и уже показывает всему миру и в первую очередь России, что не связываются вот эти вот бредовые фантазии российского президента и его окружения с тем, чтобы, во-первых, легко забрать любые территории в Украине, во-вторых, как-то демилитаризировать и так далее. Мы уже показали, что мы не только умеем защищаться, но мы еще умеем отвоевывать территории. Сейчас скорость возврата украинских территорий уже превышает то, что пытается еще как-то укрепить, захватить или удержать Россия. Более того, мы видим, что в местах, где сейчас еще временно оккупированные территории действуют люди, которые не приемлют российскую власть никаким образом. Это и партизаны, и другие какие-то вещи. Буквально несколько дней назад было заявление, оно, я не знаю, наверное, не увидело широкого распространения, но в телеграм-каналах ходила новость о создании некой национальной республиканской армии внутри России, которая заявила о том, что это за свои цели. Юрий, вы должны вас прервать. Прошу прощения, я уверена, что эту тему мы еще глобально обсудим в следующих наших эфирах. Юрий Комельчук, Народный депутат Украины, был с нами на связи.